Всем привет! С вами снова канал выставки Росмолк. Мы продолжаем путешествовать по производству в Санкт-Петербурге. И сегодня мы находимся в компании 3D Vision. Я представляю генерального директора компании Ильи Виноградовой. Илья, привет! Привет! Всем привет! Мы на самом деле впервые в компании 3D Vision, но у нас уже было интервью. Вы можете посмотреть по ссылке в описании. Вот где-то она сейчас должна появиться. В связи с новостями про YouTube, если вам некомфортно смотреть данное видео на YouTube, вы можете посмотреть его на Dzen, Telegram-канале, Routube и также во Вконтакте. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на нас везде, где вам удобно, присоединяйтесь. Я думаю, что самое главное это не потеряться. Илья, расскажи, пожалуйста, что произошло за последние полтора года? За последние полтора года достаточно много всего произошло. Наверное, самое основное, то, что можно сейчас увидеть, это наш новый офис. Да, мы переехали. Сейчас у нас офис отдела продаж и наше производство по ретиной технологиям занимает уже 2000 квадратных метров. То есть это достаточно большой рост. Соответственно, при этом мы нашу прошлую производственную площадку на 700 метров все равно оставили за нами. Там сейчас производится у нас сборка 3D-принтеров по технологии FDM под брендом Objectronics. Поэтому, в общем, в целом мы себя комфортно чувствуем в Петербурге. Сейчас у нас 3 площадки, 2700 метров по 500. Плюс мы еще открываем офис в Москве, потому что в Москве нас не хватает. Это правда. Да, и, соответственно, там тоже отдел продаж и небольшой отдел услуг тоже будет присутствовать по плану. Это либо конец, самый конец этого года, либо первый квартал, соответственно, следующего. Что еще по изменениям? Добавилось новое оборудование. Часть оборудования уже приехала к нам, часть оборудования едет. Но я думал, что об этом можно будет чуть-чуть подробнее поговорить, когда мы как раз-таки до оборудования и доберемся. Да, это будет немножко позже. Илья является нашим экспонентом выставки Rosmold, которая прошла в июне. Ну, во-первых, как прошла выставка для тебя и что вы показали на выставке? Какое оборудование? Слушай, выставка прошла, как всегда, хорошо. Rosmold – это одна из наших любимых выставок. Спасибо. По поводу… Ну, а что там? Много людей. Да, для нас важно, чтобы было много людей и много было компаний вокруг, которые тоже достаточно крупные, у которых есть хороший, качественный стенд, потому что люди все равно, когда заходят, они смотрят не только на какой-то одного экспонента, смотрят как бы, в принципе, на всех. И первая линия была в этом году достаточно приятная. Что у нас было на стенде? На стенде у нас были новинки от компании Anycubic. Это был FDM 3D принтер Cobra 3 Combo. Это, естественно, оборудование начального уровня для полноцветной печати. У нас были также еще промышленные и профессиональные FDM 3D принтеры, 3D принтеры производства Пикассо и 3D принтеры производства Imprint. И также, соответственно, промышленный 3D принтер компании Objectronics, о которой мы чуть-чуть с тобой говорили пару минут назад. Что было у нас еще? У нас была тоже еще одна новинка от Anycubic, это фотополимерный 3D принтер нового образца. И сделали достаточно большой упор в этом году на зону 3D сканирования. То есть была отдельно выделена зона 3D сканирования для стационарного сканера от компании RedVision. И также была отдельная зона сканирования для ручных сканеров, в том числе и новинки от Shining 3D. Мы демонстрировали Combo Plus. Соответственно, тот сканер, который только-только прям вышел свежачок. Ну и плюс там еще было порядка 4-5 различных ручных сканеров от Shining и от Scanform. То есть, в общем, в принципе, плюс-минус стандартный наш стенд. Промышленное оборудование... Прям подключи, я смотрю, производство. Вот и да. Ну, промышленное оборудование в этот раз мы решили не вести, да, потому что было очень много оборудования негабаритного. И чтобы не, так скажем, на стенде было хотя бы какое-то место для общения. В любом случае, выставка прошла для нас уже успешно, потому что на этой выставке мы подписали контракт на продажу двух металлических 3D-принтеров. Ничего себе! Понятное дело, что мы шли к этому достаточно долго, но вот именно катализатор успеха была как раз-таки эта выставка. Мы очень рады, правда. Спасибо. И очень рады, что у вас действительно получилось. В Санкт-Петербурге у вас несколько площадок, правильно я понимаю? Да, в три штуки. А мы находимся на какой? Мы находимся на самой большой площадке, соответственно, эта площадка, она самая большая и самая красивая, потому что здесь мы встречаем наших гостей. То есть, эта как раз-таки площадка у нас относится к отделу продаж и к демонстрационному залу. То есть, тут находятся наши менеджеры, наши профессионалы, которые консультируют клиентов и показывают оборудование, которое находится у нас. То есть, мы продаем оборудование не по презентациям и картинкам. Мы продаем оборудование по конкретным образцам, которые стоят, работают. Мы можем сделать демонстрационную печать. Мы можем показать все особенности оборудования и рассказать его преимущества, если есть недостатки. Две другие площадки для чего нужны? Они больше у нас технические. Соответственно, одна площадка – это где сидят наши разработчики. И одна площадка, где сидят наши специалисты, которые занимаются сборкой оборудования. То есть, это такие площадки, куда, конечно, мы можем привезти клиента, если интересно. Но это больше такие производственные части. Ваши принтеры кастомизированы или первый похож на десятый? Ты спрашиваешь про принтеры, которые мы производим сами. Ну смотри, у нас есть линейка продуктов. Соответственно, это все серийное производство. Сейчас у нас запущено серийное производство двух моделей. Это Objectionics F300 и F300HD. Соответственно, это промышленные FDM 3D принтеры для печати именно высокотемпературными материалами. Простой, с температурой в камере построения до 130 градусов. То есть, он позволяет печатать, в принципе, большим уже спектром материалов. Промышленными типа ABS пластика, поликарбонатов, нейлонов. То есть, во всю именно камеру построения. И высокотемпературная версия машины до 250 градусов внутри камеры. Для того, чтобы комфортно печатать материалами типа Ultima 9085, Ultima 1010, PPSF, PPSU. То есть, именно для таких прям вот уже суперсерьезных задач. Ну, давай посмотрим производство. Пойдем. Илья, насколько я понимаю, у вас есть также некие образовательные курсы или семинары. Что тут такое? Расскажи подробнее. Да, но я не сказал, что это курсы. Скорее, так как мы работаем в сфере поставок серьезного оборудования. То есть, это оборудование не только настольное. Да, где ты условно продал, клиент посмотрел YouTube и нажал пару кнопочек, и все работает прекрасно. Мы продаем также серьезные машины по различным технологиям. И там уже требуется достаточно глубокое обучение клиентов. И не всегда удобно клиента обучать на его производственной площадке. Да, то есть, мы в этом плане считаем, что наш подход более гибкий, чем подход у конкурентов. Мы, имея, собственно, демонстрационное оборудование, приглашаем клиента сначала к нам. Да, то есть, мы обучаем его в наших средств на зонах, да, переговорок обучения, где показываем различные нюансы работы с оборудованием, показываем программное обеспечение, разбираем возможные ошибки, да, отвечаем на вопросы. Но, естественно, делаем полностью практическую часть уже непосредственно на производстве, куда мы сейчас пойдем. Да, то есть, у нас такой комплекс оборудования. И когда сам клиент уже получает машину, наши специалисты выезжают к нему и обучают его не просто с нуля, да, то есть, то не просто приехала коробка, там принтер и вот три дня, и потом работаете. То есть, у нас же прошел там недельный фидбэк, а может быть и двухнедельный, в зависимости от уровня оборудования у нас, понимает, что к нему приедет, к нему это приезжает, мы освежаем ему, соответственно, какие-то моменты, да, уже он фактически сам начинает работать на этом оборудовании после пуска наводки, и мы просто поправляем его. То есть, интеграция сложного оборудования за счет подобного подхода именно с момента приезда оборудования к клиенту занимает не несколько месяцев, а несколько недель. Я вижу, тут много сканеров. Где мы сейчас находимся? Для чего нужна эта комната? Это комната, где у нас находятся инженеры, да, соответственно, они проектируют все детали, которые мы отсканировали. Плюс, если мы говорим про какое-то небольшое именно стационарное сканирование, да, то оно происходит тоже здесь, да, то есть, как бы тут вопросов нет. Если мы говорим про какие-то габаритные детали, то есть, на столе у нас представлены как раз-таки ручные сканеры, они предназначены для сканирования габаритных деталей. Мы сканируем либо на, если детали привозят к нам, то на нашей производственной части, либо в большей степени, чаще всего, это именно выезд инженера для того, чтобы он какой-то большой объект, там, 3, 4, 5, 10 метров, отсканировал непосредственно на территории заказчика. То есть, у нас представлены сканеры... Я говорю за Shining 3D. Shining 3D, да, это один из наших основных направлений, основных брендов. То есть, у нас сейчас в демозале есть полностью вся линейка этих сканеров, то есть, начиная от сканеров любительского начального уровня, это сканеры Insta, средняя линия, здесь вот один сканер мы достали H2, плюс сканеры Pro 2X V2, Pro HD, и уже сканеры такой прям хорошей средней линии, это сканер HX Combo, и сканеры метрологического уровня, встроенной фотограмметрии, это UE Pro, Trio и оптические, ну, соответственно, и различные другие решения тоже, которые есть у Shining 3D, их там большое количество, вот. Есть стационарные сканеры у нас, да, это Range Vision Pro 2, вот. То есть, направление по сканированию достаточно большое, то есть, оно как большое по оказанию услуг, да, потому что сканеров достаточно много, так и по направлению непосредственно продаж, да, потому что оказываем большой пресс-сель, выезжаем постоянно к клиентам со сканерами, показываем, рассказываем. Сейчас Everest Engineering, это в России очень актуальная вещь, да, потому что... Я как раз хотела спросить, да. Да, очень много запчастей не поставляется в Россию, да, и их необходимо изготовить локально на территории страны. Изготовить их можно, но для того, чтобы их изготовить, нужны трехмерные модели, чертежи, да, то есть проектная документация. Именно с помощью этих сканеров мы можем отсканировать объект, сделать трехмерную модель, на основании этого сделать чертежи в ESC-D и передать в любую компанию на производство, либо очень много мы делаем как бы под ключ, отсканировали, сделали проектную документацию, напечатали на 3D-принтере, обработали, все, закрыли проект. Вы каким-то образом контролируете производство деталей? Является ли сканер, собственно, одним из частей контроля производства? Конечно, то есть сканеры нужны для двух задач. То есть то, что мы с тобой сейчас обсудили, это Everest Engineering, и вторая крупная задача, да, это контроль производства, то есть контроль тех деталей, которые изготавливаются. Мы осуществляем контроль не только тех деталей, которые мы производим, но и также делаем эту услугу для клиентов, да, то есть мы можем отсканировать какие-то большие детали, которые на клиента были произведены, можем какие-то небольшие детали отсканировать с инстационарного сканера, и потом в специализированной программе GeoMagic сделать отчет, да, и в отчете будут видны все отклонения, мы задаем допуск, который есть в проектной документации, и понимаем, деталь изготовлена по КД или нет. И на основании этого, естественно, говорим клиенту о том, что может ли он эту деталь использовать в своем производстве, принимать ее, либо она требует какой-то переделки, да, и необходимо, в общем-то, изменить подход производства. Сколько операторов нужно для 3D-сканеров? Ну, у нас сейчас два инженера, и в общем целом мы еще двух ищем. Не потому что наши инженеры работают плохо, а потому что они работают очень хорошо, и тот результат, который они показывают, да, все больше клиентов к нам приходят, и нам требуется, ну, просто увеличить... Больше. Да, больше людей, потому что сканеров достаточно много и сейчас. Сканер купить не проблема, а вот найти человека с профильным образованием, с нужными знаниями, да, это тяжело, но это то, что мы обсуждали, кадровый гол, он все равно есть. Илья, ну, я так понимаю, что мы находимся уже непосредственно на производстве, то есть здесь вы печатаете заказы от внешних каких-то, да, партнеров, и, насколько я понимаю, это машина, которую закупали, да, и, собственно, используете их. Вот расскажи про машины, расскажи про материал, который используете, и какие заказы она, собственно, может печатать. Ну, смотри, мы находимся в помещении, где у нас стоит наша металлическая машина, то есть машина для печати из различных металлических сплавов. Эта машина у нас эксплуатируется для трех задач. Первая задача, основная, это наше производство, то есть это то, где мы оказываем услуги в сфере активных технологий и печатаем детали на заказ. К коммерческим структурам, государственным структурам, неважно. В базе мы используем следующие материалы, это никелевые склавы, алюминиевые склавы, склав поблидт хрома, нитровейшая сталь 316L и титан ВТ-6. То есть это основной пункт тех материалов, с которыми мы работаем. Второе предназначение этой машины, это печать демонстрационных образцов, то есть клиент хочет интегрировать подобные стреляции, как себе на предприятия, и у него есть специализированный склад, который он хочет эксплуатировать. То есть у нас... Пробует? Да, пробует. То есть у нас две СЛО-машины, одна маленькая с камерой построения 80 на 80 на 120, там мы отрабатываем материал. И, соответственно, после этого уже рабочие образцы с необходимыми габаритами печатаем на этой установке. У нее камера построения 260 на 260 на 390 на миллиметр в высоту, полезная высота получается 350 миллиметров, ну, за минусом клаформу это строение. И третье направление, да, для чего нужна эта машина, это именно уже физическая демонстрация. Когда мы погодим клиента, показываем, вот она сейчас печатает, как происходит печать, показываем там систему фильтрации, объясняем преимущество именно этого оборудования над различными другими решениями. Сейчас эта машина у нас загружена производственными заказами примерно на 2 месяца вперед, поэтому мы приобрели еще одну установку, тоже производство компании E+, но с уже более габаритной, то есть мы купили машину N400S, то есть это машина с камерой построения 400 на 400 на 450, с полезной зоной построения именно по высоте до 400 миллиметров, для того, чтобы увеличить объемы именно выпускаемой продукции, а также для того, чтобы наши клиенты могли ознакомиться не только с машиной с нижней, здесь нижняя подача, но и также с более габаритными машинами с верхней подачей, то есть у E+, машина 400, это первая машина с верхней подачей. То есть мы всегда пытаемся решить задачи не только производства, но и задачи продаж, и у нас это очень тесно связано, то есть у нас не двигается одно от другого. Если мы хотим какой-то продукт продавать, мы покупаем это оборудование, если у нас есть это оборудование, мы хотим этот продукт продавать, то есть чтобы мы всегда получали прибыль с различных направлений. Так, естественно, проще окупать, потому что подобное оборудование, оно достаточно дорогостоящее. Оператор требуется на постоянной основе для этой машины, или ее можно запустить на 24 на 7, и она печатает? Она работает 24 на 7, и есть у нас камеры построения, которые печатаются и 5 дней, и были у нас камеры 10 дней. Но, естественно, к машине требуется оператор. Все детали, которые мы производим, они все проходят через буфельную печь, для того, чтобы снять напряжение, для того, чтобы геометрия деталей была идеально ровная. После того, чтобы мы детали отпустили, необходимо срезать детали с платформы построения. Сейчас мы это делаем с помощью ленточного пенела станка. Это такое достаточно базовое решение, но когда у нас, как и производство, загруженность стала очень большая, мы приняли решение купить электроэрозионный станок. То есть электроэрозия к нам должна приехать в течение полутора месяцев. Это еще больше... Такое же серьезное оборудование. Ну да, да. То есть вы приближаетесь к инструментальному производству, такому серьезному, да? А вы планируете производство производства? Мы двигаемся с точки зрения технологии печати SLM во всех направлениях. То есть у нас была изначально маленькая машина для демонстрации, мы купили потом более габаритную машину для производства. Увидели, что у нас по постобработке есть определенные задержки с точки зрения того, что у нас нет электроэрозии. Приобрели электроэрозию. Увидели о том, что у нас большое количество печати и приобрели еще одну машину, более габаритную. Соответственно, сейчас по постобработке требуются от наших клиентов более серьезные задачи, где нужна уже локальная токарная фрезерная обработка более высокого уровня, чем получается просто в 3D-печати. Мы вместе с нашей большой габаритной машиной купили фрезерный обрабатывающий центр пятикоординатный. То есть все вот так вот тянет за ниточки и все покупается. Хорошо, а тогда уж термообработка будет? Планов есть? Термообработка, естественно, есть. А то, что я тебе говорил, муфельная печь? Нет, я имею в виду более такие, более крупные детали, более глобальная термообработка, когда под нее нужен целый цех. Ну, смотри, у нас оборудование всегда подограно под конкретную машину, которую мы купили. То есть у нас есть принтер с камерой построения 2626, словно говоря, 35. Ну, давай так. Тут же можно соединить сразу. Нет, 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 нет. Здесь мы напечатали конкретную деталь, ее нужно отпустить. То есть у нас сейчас печь с камерой построения, с платформой, куда можно встать, 300 на 300 на 450. Мы приобрели принтер с большой, 400 на 400 на 450, и зеленую печь взяли 600 на 600 на 600. То есть, естественно, мы покупаем все необходимое оборудование для сопровождения этой технологии вместе с, ну, там, самим оборудованием. То есть у нас нет такой... То есть заказы, собственно, рождают... Вернее, спрос рождает, соответственно, дальнейшее развитие вашего внутреннего производства, конкретно внутри 3D Vision. Ну да, все правильно. Спрос на наши услуги, да, он рождает развитие этих услуг. То есть мы здесь никогда не останавливаемся на чем-то. У нас есть достаточно большое количество технологий. Если мы видим, что по данной технологии спрос идет больше, чем наше производство может предложить, естественно, мы покупаем оборудование, потому что мы всегда за то, чтобы развивать наше производство. Машины могут ломаться. Ну, все абсолютно. А вот какие ваши действия прямо по пунктам? Вот, когда клиент обращается, что-то не работает? Ну, это зависит просто от того, которое оборудование ломается. Я говорю все-таки про серьезное. Которое вот не взял, принес, поставил, показал. Ну, обычно здесь вопрос заключается в том, что мы запрашиваем логи, да, и 95% проблемы понятны по логам. То есть, в основном, машины, все, которые мы ставим, да, они высокого уровня. В принципе, если мы говорим про промышленность, да, мы работаем там с E+, с Shine, с 3D. Есть такое понимание, как креативный ремонт, да, и если машине что-то не нравится, машина это говорит. И вопрос в основном возникает, если клиент на это не обращает внимания. То есть, машина остановилась там в самый распространенный момент, машина осталась в процессе печати. Клиент сразу, она остановилась. А почему она остановилась? Потому что машина говорила, что нужно было сделать продувку фильтров. А так как у всех все горит всегда, особенно под конец года, ну, давайте продуваем в следующий раз. Приходит другой оператор, давайте продуваем в следующий раз. И вот эта дискоммуникация, она приводит к тому, что машина в какой-то момент будет, что вот все, я дальше не буду делать. А вот, соответственно, запускаем процедуру, несколько часов, все, машина работает. То есть, как бы тут, мы не встречали каких-то, даже за этот год, да, то есть у нас достаточно большое количество продаж в этом году, мы сделали хороший скачок, не встречали проблем с точки зрения надежности машины. То есть, у нас в этом году именно по поломкам, это одна поломка, где вышел из строя нагревательный элемент, да, ну, то есть, условно говоря, который покупается локально в России, меняется, он там стоит, условно говоря, в 100 долларов, и два часа работы специалистов. Вот про работу специалиста, то есть специалисты могут выехать непосредственно к машине, или машину надо везти сюда? Нет, мы всегда, естественно, если мы говорим про годолитные машины, мы, наши специалисты, у нас два сервисных инженера, всегда выезжают на место, решают там вопросы, да, то есть, тут абсолютно всегда так происходит. Если мы говорим про какие-то небольшое оборудование, да, вот, настойное, да, то есть, стационарные какие-то 3D-сканеры, либо персонального уровня 3D-принтеры, то, понятное дело, что нам просто проще забрать их к себе и сделать локальный ремонт у нас, чем у этого специалиста, если находятся далеко. Но это зависит тоже от территории, да, то есть, по Питеру можно и съездить. Лен, я вижу уже такая более масштабная машина, в человеческий рост, даже выше. Расскажи, это уже что-то нестандартное такое. Это оборудование по технологии СЛС, то есть, это селективное лазерное стекание полиамидных порошков. Действительно, машина достаточно габаритная, за счет того, что у нее достаточно большое поле построения, то есть, то есть, это построение здесь с 320 на 420 на 465 миллиметров. То есть, как бы, вот этот вот элемент, да, по большому счету, это все платформа построения, где печатаются детали. Машина габаритная, но не всегда в габарите дело, да. Здесь габарит обусловлено именно тем, что требуется качественный разогрев порошка для того, чтобы происходила качественная печать. То есть, есть система подачи, да, я бы не сказал, что эта машина раздутая специально. Здесь все сделано по уму, просто именно сама технология и компоновка оборудования подразумевает, ну, такой достаточно немаленький габарит. Это оборудование, естественно, уже промышленное, для промышленного назначения. Какие порошки могут использоваться? Здесь используются различные материалы, то есть, основной материал для печати ПСТ-технологии это полиамидные порошки ПА-6, ПА-11, ПА-12 и различные добавки, которые используются в эти порошки. Например, там стеклонаполненные материалы, да, но база это как раз-таки 6-й, 11-й, 12-й. есть возможность использования материала ТУП, да, это резиноподобный материал тоже по технологии СЛС, есть возможность эксплуатировать эту машину для печати материалом под выжигание, да, то есть, под последующий литью под выжигаемым моделем, да, это материал полистирол называется, то есть, спектр материалов достаточно большой, плюс, есть материалы, которые, в принципе, можно использовать по технологии СЛС, но они в меньшей степени эксплуатируются, например, такие, как, там, полипропилен, да, но при этом есть производители, которые делают эти порошки, их можно эксплуатировать в данной установке, но, как бы, база, основное направление чаще всего это непосредственно полиамидные порошки различных, с различными добавками. Насколько новая эта машина? Эта машина достаточно новая, ей, наверное, где-то 2 года, но при этом ей плюс уже выпустил рестайлинг этой машины, в общем, в целом, она принципиально похожа, но немножко улучшили систему подачи, она стала быстрее, добавили 2, второй датчик контроля температуры, для того, чтобы контролировать температуру, скажем, еще качественнее. я бы не сказал, я бы не сказал, что мы, сравнивая качество печати одной машины и другой машины, ну, здесь старой, нашей, новой, которая есть у производителя, увидим разницу в печати, но разница в скорости и разница в затратах на порошки, да, она есть. Мы обычно именно промышленное оборудование подобного уровня стараемся обновлять где-то раз в 3 года, при этом машины, как бы, наши из домозала, обслуженные с 12-месячной гарантией, продавать просто коммерческим заказчикам, кто хочет немножко сэкономить, да, потому что, в общем и целом, разница с новой машиной где-то будет процентов, там, 30-40, но при этом всю гарантию, как официальный дистрибьютор, мы все равно 12-месячную даем. Давай, ну, для тех, кто, может быть, не в курсе, расскажем, в принципе, что такое E+, что это за компания, в какой стране производство, можно ли приобрести принтеры через вас, вот такие, ну, на самом деле, базовые вещи. Базовые вещи. Компания E+, это одна из крупнейших компаний по производству оборудования в сфере оптимных технологий. Они используют три технологии, да, соответственно, производят принтеры по трем технологиям. Это технология SLM, технология SLS и технология SLA. Все оборудование компании E+, соответственно, все три технологии представлены на нашем производстве. Мы можем сделать как демообразцы, так и, в принципе, оказывать услуги, да, по печати на этих установках. Компания E+, она находится в Китае, соответственно, у них главный офис находится в городе Ханчжоу, там же находится частичная сборка оборудования и у них есть также еще два завода по производству 3D-принтеров габаритных в Пекине и технологии SLA это, так скажем, небольшой завод под Пекином. Существуют ли какие-то проблемы с оплатой, с переводами, ну и с логистикой? Ну, с логистикой в общем-то целом вопросов нет, то есть логистика из Китая она всегда была нормальной, мы возим оборудование не сборным грузом а конкретно под нас, у нас отличный большой объем покупок в Китае, то есть это и большое оборудование, да, потому что по большому счету полный комплект поставки такой машины это целая фура. Также добиваем, если нужно, каким-то персональным оборудованием, по уплате в общем оцеллом ситуация сложнее, если мы говорим про оборудование в сфере аддитивки, это санкционный груз считается, поэтому если мы условно говоря платим в лоб, то сложности с оплатой есть, но у нас есть партнеры, у нас есть различные агенты, которые могут помочь нам с точки зрения перевод денег в Китай, сейчас работает по большому счету вся Россия так, поэтому на данный момент мы не видим никаких проблем в том, чтобы оплатить оборудование в Китай, после нашей оплаты китайцы введут деньги через 2-3 дня те клиенты, которые думают, что они сейчас оплатят деньги и китайское оборудование не получат, но на самом деле это не так, то есть мы примерно раз в 2 недели получаем машину из Китая что касается запчастей каких-то компонентов все это присутствует уже непосредственно у вас на складе в России или это тоже нужно везти из Китая? если мы говорим про базовые стандартные расходные элементы, которые требуются для оборудования они есть у нас на складе то есть это полиамидные порошки это различные резинки то есть все то, что быстро изнашивается там силиконовые раки или для 3D принтера по технологии ESM то есть все то, что требуется постоянно эксплуатировать и является расходником естественно есть у нас если мы говорим про какие-то запчасти это более сложные детали, которые идут уже как запчасти то естественно они покупаются конкретно под клиента то есть мы понимаем то, что раз в год на машине есть ТО и под этот ТО клиенту нужно купить те или иные запчасти то есть мы просто понимаем когда у них ТО к этому времени покупаем эти запчасти есть какие-то элементы которые можно локализованно купить в России да, их не требуется покупать из Китая понятное дело что какие-то более сложные вещи которые куда уже прикоснулась рука производителя это как бы можно купить руку производителя но оборудование максимально надежное мы не сталкиваемся в принципе ни с какими проблемами в эксплуатации этих промышленных установок если своевременно делать то использовать оригинальные запчасти использовать оригинальные материалы то и не будет никаких проблем уху оригинальные оригинальные Продолжение следует...